Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить седьмую лекцию курса «Американское коммуникативное поведение». Тема нашей сегодняшней лекции – это моделирование американского речевого поведения в литературе реализма. Сегодня мы с вами обратимся к роману американского писателя XIX века, писателю-реалисту Уильяму Дину Холлсу. Роман Уильяма Дина Холлса «Возвышение Сайлоса Лефома» был написан в 1884 году. Это едва ли не лучший из романа Холлса, сознательно обращен к современной писателю действительности и во многом написан с натуры. Успех романа превзошел все ожидания самого автора. В книге «Путь к реализму» ранние годы Уильяма Дина Холлса 1837-1885, вышедшей в Соединенных Штатах Америки, исследователь литературы Вет Кетти приводит любопытные свидетельства исключительной популярности романа. Лефомы стали частью национального самосознания. Американцы стали, как следствие публикации и прочтения романа, опознавать новый социальный тип, обращать внимание на то, что рядом с ними живут богачи, нувариши, которые своим поведением и манерами напоминают Сайлоса Лефома. Туристы, приезжающие в Бостон, просили показать дом, принадлежащий семейству Лефомов. Одна компания по выпуску краски даже добилась права использовать имя Сайлоса на этикетках, что, впрочем, увы, не принесло компании невероятных доходов. Литературный персонаж шагнул в книгу из современной жизни, а потом вновь перешагнул границы художественного мира и был признан как емкое олицетворение национального типа. Сюжет романа Холлса «Возвышение Сайлоса Лефома» прост. Деревенский нувариш Сайлос Лефом приезжает в Бостон. Он обладатель несметных залежей минеральной краски, которую открыл, но не смог протолкнуть на рынок его отец. Как основатель фирмы, по производству сверхустойчивой краски Сайлос Лефом становится необычайно богат. Однако в ситуации, когда на одну чашу весов положено его богатство, а на другую честь, он выбирает последнее. Обанкротившись, он вынужден вновь поселиться в деревне, в которой родился и вырос. Это первая сюжетная линия романа. Вторая линия сюжетная, не менее важная, связана с любовным треугольником. Обе дочери Сайлоса Лефома, младшая хорошенькая блондинка Айрин и старшая, смуглая любительница книг Пенелопа, влюблены в сына обедневшего бостонского аристократа Тома Кори. Лефомы считают, что Том, нанявшийся на работу к Лефому, ухаживает за Айрин, но оказывается, что он влюблен к Пенелопу. Разъяснение недоразумения чревато для семейства Лефома с сложными моральными коллизиями, из которых, впрочем, находится благоприятный выход. Реализм романа вызвал, таким образом, целую волну дебатов. Насколько убедительны жизненные персонажи. Многих критиков не устраивало счастливое разрешение любовного треугольника. Насколько приемлемо беспристрастие, столь явно демонстрируя повествователям в отношении к собственным персонажам. В эссе 1899 года, которое называлось «Написание романов и прочтение романов», Холлс вычленяет три формы повествования, с его точки зрения приемлемые в романе. Автобиографическую, биографическую и историческую. Для своего романа «Возвышение Сайлоса Лефома» Холлс выбрал именно историческую форму повествования. Он считает, что последний тип повествования, требующий от автора максимального отстранения, наиболее объективный. При этом сам Холлс не ограничивает свое повествование единственной перспективой видения. В романе используется метод переключения перспектив. Повествователь стремится к объективному повествованию от третьего лица, полагаясь на конкретные события, обильно представленные в романе диалога, которые призваны драматизировать повествование и придать ему живость. Свой художественный метод Уильям Дин Холлс осознанно противопоставляет сентиментальной традиции, где высоко ценится преданность абстрактному идеалу, эмпатия, единение, будь то в горе или в радости, сопереживание. Вместе с тем Холлс приписывает литературе, как и искусству в целом, воспитательную функцию. Его беспокоят, и об этом говорится прямо на страницах романах, что и как читают американские девушки, поскольку литература, уверен, Холлс формирует их сознание и самосознание. Дидактика – рационалистический приоритет, при надопущении в то же время его прямого выражения, поскольку это препятствует объективному описанию событий, формирует представление Холлса о том, что такое хорошая литература. Хорошая литература, по мнению Холлса, это та литература, что создает почву для всестороннего обсуждения жизненных ситуаций, где человеческие отношения в силу этого описаны в их истинной пропорциональности. В романе «Возвышение Сайлоса Лефома» этот принцип формулируется устами священника Сьюэла. И в этическом, и в эстетическом отношении он доверенное лицо повествователя. С точки зрения Холлса, литература, которая приглашает к сладостному сопереживанию сближающему читателю с персонажами, второсортно. Литературное произведение, по мнению Холлса, должно скорее побудить читателя к осмыслению обсуждению описываемого. В романе «Роман о хорошей литературе» дебатируется косвенно в связи с любовным романом-треугольником, в который вовлечены оба семейства. Холлский реализм в конечном счете строится на рационализации и критическом всестороннем рассмотрении жизненных ситуаций, которые описываются на страницах романа. Этой же задаче подчинена и структура произведения – рационально выверенная пропорция между описанием ситуаций и их обсуждением. Монолог об экономии боли, вложенный в уста пастора Сьюэла, человека, не только посвятившего свою жизнь служению Божью, но и как просто подношению основных действующих лиц разумного и постороннего, и таким образом, могущего разумно и непредвзято оценить ситуацию, в финале романа окончательно проявляет авторскую позицию. Холлс искренне верил, что философия экономия боли, основанная на рациональном отношении к жизни, согласовании противоречивых человеческих интересов с целью мимизации взаимонаносимого ущерба, способна усовершенствовать мир, значительно уменьшить страдания людей, даже в тех областях человеческих отношений, которые основываются по определению на чувствах. Когда в творчестве Холлса намечается разлад, это происходит после 90-х годов XIX века, и под влиянием кризисных ощущений он отрекается от жизнеподобного письма в пользу утопии, он продолжает, тем более последовательно, искать правду жизни в рационализации человеческого поведения. В его романе «Утопии» гость из Альтрурии Холлс выстраивает модель идеально разумного и справедливого мироустройства. Совершенство жителей Альтрурии – результат воплощения в жизнь христианских заповедей, но еще в большей степени четкого расчета. В романе Холлса действие, как правило, развивается посредством диалога. Персонажи проговаривают происходящие с ними события, а равны и уже произошедшие, и еще только ожидаемые. Действие само по себе не имеет особой значимости. Оно важно лишь постольку, поскольку оказывается в центре восприятия персонажей, то есть подвергается обсуждению с разных точек зрения. В ведении прямой речи персонажей в контекст романа Холлс отмечал этот факт неоднократно, призвано драматизировать действие, придать повествованию живость, создать иллюзию того, что действие происходит на самом деле, а читатель выступает и его наблюдателем, и его соучастником. Можно без преувеличения сказать, что в романе «Возвышение Сайлоса Лефома» диалоги движут сюжет. Все кульминационные сцены представлены и обставлены диалогами. В диалогах персонажи выражают собственную оценку ситуации, дают оценку другим персонажам и их действиям. Попытки Холлса воспроизвести подлинную речь персонажей были оценены уже его современниками, а также и более поздними критиками. Что касается особенности художественной манеры Холлса, то не все ее оценили. Например, о ней крайне раздраженно писал американский писатель Генри Джеймс, а Марк Твен, другой американский писатель, напротив, высоко оценил мастерство Холлса именно в части владения диалогическим дискурсом. Действия на страницах романа Холлса действительно, как говорит Марк Твен и Генри Джеймс, во многом подобны театральному действию, где основное диалоги персонажей, описание обстановки, интерьера, авторские характеристики персонажей, лишь декорации, даже не самое необходимое условие для полноценного восприятия диалогов. Действие романа, благодаря такой манере подачи действия, как бы разыгрывается на наших глазах. Холлс со всей ответственностью, и это отмечают многие исследователи, подходит к проблеме воспроизведения в романе социального разноречия. Вводя прямую речь персонажей в ткань романа, Холлс в комментариях повествователя неизменно указывает на специфику их способа говорения, например, указывает на диалектные особенности речи Сайлоса. Все, без исключения представители семейства Лефомов, говорят на диалекте. В большей степени повествователь обращает внимание читателей на неправильности в речи Сайлоса Лефома, особенно в первой главе романа в сцене интервьюирования, а также его жены Персис. Неоднократные комментарии повествователя по поводу неправильности речи персонажей характеризуют их социальное происхождение. В контрасте с речью Сайлоса Лефомов подчеркивается утонченная, грамматически и фонетически безукоризненная речь представителей семейства Кори, часто опосредованно через обсуждение ими речи Лефомов. В свою очередь, обсуждая поведение Лефома на ужине, Кори старший признается больше всего, что его потрясло не поведение Лефома, которое по его словам было вполне приличным, а именно их речь. Для Холлса важно было создать иллюзию подлинности через буквальное воспроизведение речи персонажей. Холлс считал, что появление в произведениях художественной литературы разных социальных диалектов не только необходимо, но и оправдано. Стратегии речевого поведения особенно ярко проявляются в диалогах, которые происходят между представителями различных социальных групп. В романе «Возвышение Сайлоса Лефома» язык является показателем социального статуса, а также принадлежности к тому или иному микросообществу, то есть посредством социальной характеризации и дифференциации. Диалоги в романе Холлса условно можно разделить на две группы. К первой относятся диалоги, задача которых состоит в том, чтобы продвинуть сюжет. Ко второй группе относятся диалоги, выполняющие информационную функцию. В обоих случаях показательны речевые стратегии, лежащие в основе межличностного общения. Образцовая ситуация общения по-американски представлена в сцене, где Сайлос Лефом и Том Кори беседуют на пароме. Они окружены толпой, состоящей на первый взгляд из непримечательных, совершенно одинаковых, спешащих куда-то незнакомцев. При этом не менее бесспорно то, что все они разные, что внутренний мир каждого уникален, а судьба неповторима. Люди подобны атомам, пришедшим в столкновение в результате случайности. Сайлос, пользующийся паромом, ежедневно говорит Тому Кори о том, что редко видят здесь знакомое лицо. Люди сменяют друг друга, как мельчайшие частички в калейдоскопе. Лефом не перестает удивляться и тому, насколько непроницаемо лицо человека, насколько мало оно выражает внутреннюю суть. Но персонажа Холлса этот факт нисколько не удручает. Наоборот, такое несоответствие между внешним обликом и внутренним содержанием вновь и вновь заставляет его угадывать, тщательно скрываемую от посторонних жизнь другого. Изначальное нежелание собеседников стать прозрачными друг для друга воспринимается Лефомом, как своего рода социальная аксимома. Речь, его внутреннее лицо человека, одновременно прячет и выявляет его «я». В разговоре поэтому принято соблюдать максимальную осторожность. Стать для другого открытым – значит стать уязвимым. Может быть, потерпеть поражение. Сравните, пожалуйста, эту характеристику с тем, как она предстает в русском национальном дискурсе. Стать для другого открытым – значит для Обломова стать самим собой. Стать закрытым – означает оказаться вычеркнутым из круга себе равных. Сохранение личной независимости в американском коммуникативном дискурсе – высоко ценимое качество, похвастаться которым может не каждый. Внутри человека должно сохраняться какое-то ядро, недоступное другим. Сохраняя дистанцию от подобных себе, американцы демонстрируют право на неприкосновенность своего внутреннего «я». Об этом и рассуждает главный персонаж романа Сайлос Лефом. Нежелание видеть душу другого обнаженной, не желая знать, что думает другой – своего рода способ защиты своего «я» от посягательств со стороны других. Вспомним, что в Обломовке как раз-таки проникновение в душу другого считается высшим качеством понимания человека. Разговор по-американски мыслится как взаимное стремление собеседников угадать другого, а с другой стороны максимально прочно противостоять другого, лишить другого наслаждения угадывания. Стратегия речевого поведения направлена здесь на то, чтобы разоблачить собеседника, продемонстрировать его уязвимые места. На одной из наших предыдущих лекциях мы говорили с вами об особом способе разговора по-американски, так называемый «talk-till». Вот как раз-таки остатки этого «talk-till» и наблюдаются здесь, когда мы с вами характеризуем американское коммуникативное поведение. Овладеть искусством речи может не каждый. Это особое дарование. На страницах романа всего три. В некотором роде привилегированные персонажи владеют этим мастерством. Это Кори Старший. Он владеет речью в силу своего аристократического положения. Бартли Хаббард – профессиональный журналист. И Пенелопа Лефом – по природной одаренности, как прирожденная рассказчица. Бартли Хаббард появляется в романе лишь единожды в первой главе. Его роль в романе эпизодична, но тем не менее важна. Диалог между Бартли Хаббардом и Сайлосом Лефом творит обоих персонажей. В ходе и посредством диалога читатель узнает о том, как выглядит Лефом, о его происхождении, о том, как он обогатился. Все то, что традиционно читатель русского романа узнает непосредственно от рассказчика. В романе представлены в первой главе как бы две версии диалога. Как он происходил в кавычках на самом деле и как он запечатлен в позднейшем газетном материале в кавычках в обработке Бартли Хаббардом. В повествовании представлены фрагменты газетного репортажа. Они вклиниваются в ткань романа. Очерк Бартли Хаббарда о Сайлосе Лефоме насквозь клиширован. Детство, прошедшее в постоянных трудах, бедные и добропорядочные родители, многодетная, но сердечная семья, уважение младшими старших и так далее. Бартли Хаббард мастерски владеет искусством стереотипизации и легко втискивает спонтанное, бесконечное излияние Лефома в нужное ему русло. Интервью с Лефомом для него пустая формальность, а сам Лефом, his life and money, его жизни деньги, как говорит Бартли Хаббард, материал для очередного газетного очерка. Любое стремление Лефома придать разговору личностный характер, Бартли ловко пресекает, причем часто делает это так, что Лефом вроде бы и не замечает насилия, хотя смутно о нем догадывается. Для самого же Бартли разговор приобретает своеобразную эстетическую ценность, он превращается как бы в своеобразный talk tale. Умело манипулируя ходом диалога, Бартли Хаббард владеет инициативой в разговоре и в результате упаковывает Лефома, превращает его самовыражение в товар, привлекательный и для простодушного читателя газеты, и для читателя изощренного, который насладится едкой иронией, просвещивающей сквозь видимый рекламный гладец. Глянец примерно таким же образом происходит и в ситуации talk tale. Разговор обеими сторонами переживается как состязание, направленное на то, чтобы понять, раскусить собеседника, который одновременно видится говорящему как соперник. Очевидно, что и Лефом, и Бартли хорошо знают правила ведения такого типа диалога. В начале беседы оба занимают как бы выжидательную позицию. Демонстрируя в то же время непринужденность, Сайлес продолжает как будто бы заниматься своими делами, а Бартли чинит, не спеша, карандаш. В дальнейшем перед каждым из собеседников стоит одна и та же задача представить себя в лучшем свете и вычислить, переиграть другого, переговорить. Начавшийся вполне безобидными и ничего, казалось бы, незначащими репликами, разговор достигает драматической кульминации, когда Сайлес, расчувствовавшись, пускается в сентиментальное излияние о своей семье и детстве, а Бартли вдруг резко прерывает его, сводя сентиментальное многословие к общеупотребительному клише. Отметим, что повествователь в этой ситуации как бы отстранен. Это вновь не характерно для русской коммуникативной тактики посредством романа. Мы слышим в американском романе только речь персонажей с минимальными авторскими ремарками. Повествователь выступает здесь как бы в роли транслятора. Чаще, чем в любом другом диалоге романа, акцентируется неправильная диалектная речь Сайлеса. Акцентируя неправильности речи Слефома, повествователь дает ясное представление о социальном происхождении персонажа, его претензиях и его настоящем положении в обществе, намечает коллизию романа. Попутно отметим только то, что в русском романе XIX века у Гончарова и Обломов, и Захар говорят на исключительно правильном языке. И их речь никоим образом не является маркированной, и речь барина не отличается по своим характеристикам от речи слуги. Попытки же Лефома противостоять Бартли малоэффективны. Его риторические навыки явно недостаточно для того, чтобы справиться с профессионалом Бартли, чтобы ему противостоять. Сентиментальные воспоминания Лефома о детстве и неграмотной, и на самоотверженной матери не находят сочувствию Хаббарда, наоборот, вызывают у него раздражение и усмешку, что, впрочем, он весьма искусно скрывает. По крайней мере, Сайлес с Лефом если об этом и догадывается, то не может точно знать. Однако будет несправедливым сказать, что Лефом совсем не владеет искусством ведения разговора. В некоторых ситуациях он достаточно умело отражает выпады Бартли, интуитивно на них реагируя. Так, например, когда они говорят о младшей дочери Лефома в Артли, Айрин в Артли, говорит о том, что она выглядит хорошенькой, на что Лефом ему отвечает, она и есть хорошенькая. Для Лефома в данном случае различие между кажущимся и истинным огромным. Ему важно уточнить, что кажущаяся добропорядочность его дочери на самом деле такова. Для Бартли, по-видимому, эти слова обладают синемичным значением, сопрягаются в одной точке. Истинно то, что таковым кажется. Бартли более прагматичен, нежели Лефом. Циническим высказыванием Лефом Бартли, предназначенным здесь не столько Сайлосу, сколько читателю, потому что Бартли не считает Сайлоса компетентным в ведении разговора. Здесь противостоит и весьма успешно противостоит простодушие Лефома, в чем мне трудно усмотреть предвосхищение финального разрешения нравственной коллизии романа. Лефом достаточно реалистичен. Он критически относится к себе, хотя, безусловно, искренне гордится своим производством, своей женой Персис и дочками, красавицей Айрен и рассказчицей Пенелопы. На званом ужине у Кори, куда он и его семейство было приглашено, Сайлос страдает от того, что не может вступить в общий разговор по причине невежества и дефектности социальных навыков. Он досадует на отсутствие Пенелопы, которая отказалась поехать на ужин, потому что только Пенелопа могла бы компенсировать его языковую беспомощность. При том, что речь Лефомов и речь Кори, двух противостоящих друг другу в романе «Семей» с существенным образом отличаются друг от друга, можно выявить некоторые принципиальные особенности, характеризующие общую для них тактику общения. Как правило, собеседники в разговоре стремятся сохранить дистанцию, что, как мы с вами неоднократно отмечали на наших предыдущих лекциях, весьма характерно для общения по-американски. Бромфилда Кори, в частности, отличает ироничность, отдаленность от собеседника, корректность, сдержанность высказывания. Бромфилд виртуозно владеет техникой ведения разговора, использует риторические вопросы, строит логические цепочки и вообще философствует. Речь одновременно выступает для него и как способ самовыражения, и как своеобразная защита от окружающих. Умение скрыться за словом, отдалить его от себя и использовать как щит – важный социальный навык, в котором, в частности, почти совсем не владеет Сайлос Лефом. Зато, на удивление, хорошо, как оказывается, даже слишком владеет его дочь. Присутствие в качестве «третьей лишней», в кавычках, и, как все считают, в обществе Тома и Айрен, она разлегкает двух восхищающихся ею молчальников беседой и при этом успешно скрывает свои чувства от обоих, а также от своих домашних и даже в чем-то от самой себя. Подобным образом ведет себя уже в профессиональном качестве интервьюера и Бартли Хаббард. Если Пенелопа скрывает свои истинные чувства к Тому, подтрунивая над чувствами Айрен, то Бартли скрывает свое истинное отношение, якобы заботливо и сочувственно интересуясь его детством, родителями и так далее. Также и Промфилд скрывает свое самолюбие ироничностью Тона, заявляя, что не имеет ничего против, если его сын Том будет работать на Лефома, если Лефома придут на ужин, если Том женится на одной из дочерей Лефома, что соответствует его истинным чувствам с точностью да наоборот. В гораздо худшем положении по сравнению с ними находятся Сайлес Лефом и Персис, миссис Кори и Айрен, которые просто не умеют скрыться за словом. В романе Голлса сравнительно небольшой круг персонажей, которые находятся в постоянном общении. Лефом предстает перед нами то разговаривающим с репортером, то в общении со своими подчиненными в конторе, то в кругу своей семьи, то на ужине у Кори. То есть это все стандартные ситуации общения, как мы с вами определили на предыдущих лекциях. Пенелопа постоянно нам показывается в общении с сестрой и матерью, с Томом и миссис Кори. Томом Кори предстает нам в общении с отцом Сайлесом, Сайрен и Пенелопой. Персонажи испытывают как бы навязчивую необходимость обсудить каждую вновь возникшую ситуацию с другими. Чувство неуверенности, что было сказано или не было, что сказано было лишь частично, как было понято или не было понято, не покидает ни одного персонажа. Каждый мучительно пытается проникнуть в мир другого, найти подтверждение своим догадкам или опровергнуть их. Например, обсуждая дома с Персис визит Бромфельда Кори в контору, которым он весьма польщен, хотя не намерен это показывать, Сайлес Лефум заявляет о своем намерении в ответ пригласить Корю в рыбный ресторан, что неожиданно для него приводит в неописуемый ужас миссис Лефум и дочерей, хранительниц нравственности в семье. Вполне невинное в устах говорящего слова рыбный ресторан, на слух воспринимающий, здесь в этом качестве выступает миссис Лефум, но слышащая как бы ушами миссис Кори звучит по-иному. Размещение слова в контексте позволяет собеседникам по-другому посмотреть на ситуацию. Самого Сайлеса после такой оценки его потенциального приглашения ужасает даже мысль, что эта идея могла прийти ему в голову. То, что одно и то же слово может вызывать различные ассоциации, указывает на различия даже между близкими друг другу людьми. Опять сравните с тем, как происходит общение по-русски на страницах романа Гончарова-Обломов. Решающим фактором в общении по-американски вызывает розность и различие интересов, приоритетов, представлений о норме, обусловленных социальной, профессиональной, гендерной и так до бесконечности позиций. Розность контекстов, обусловленная различием и в происхождении, и в образовании, обнаруживает себя и нарочито подчеркнуто повествователем. Ирония кори не находит своего адресата. Айрен при всем своем желании не способна услышать в его реплике шутку. Она настроена абсолютно серьезно и шутливое упоминание многотомного сочинения Геббона воспринимается ею лишь как своеобразная подсказка, образованного кори, кем она восхищается и кого боготворит. В романе снова и снова возникают коммуникативные ситуации, иллюстрирующие тезис о непроникновенности и взаимонепроницательности личных миров. Именно в силу этого Пен испытывает облегчение, узнав о финансовом крахе отца, а Месси с Лефом облегченно вздыхает, когда слышит, что их сгоревший новый дом не был застрахован. Неоднократно по ходу повествования создаются микроситуации, заставляющие читателя постоянно помнить, что личные миры персонажей трагическим образом не совпадают. Ведя как будто бы общий разговор, собеседники вкладывают в него каждый свой смысл. Лефом, наконец-то решивший поделиться своим горем, а именно финансовым банкротством с Пен, обнаруживает, что дочь полностью погружена в свое горе, неразрешимый любовный треугольник, противоречия между чувствами и долгом. Пен, поняв, наконец, двусмысленность ситуации, в которой они оказали, смеется. Персонажи находятся каждый на своей территории, поэтому далеко не всегда могут достичь взаимопонимания, что, в принципе, не воспринимается как трагедия. Воспроизводя речевые особенности своих персонажей, мы можем отметить, что Холлс обращает внимание читателей на то, каким разделяющим потенциалом обладает слово. Описанный на страницах романа «Возвышение Сайлоса Лефома» тип общения можно условно назвать прагматическим, в отличие от типа общения, описанного на страницах русского романа, который можно условно назвать эмпатическим. Мы уже с вами говорили о том, что речь персонажей в романе Гончарова-Обломов анализировалась по крайней мере двумя исследователями, которые пришли к одному и тому же парадоксальному, с нашей точки зрения, но и не случайному выводу. Сразу скажем, что это американские исследователи. Исследователь Эра в своем исследовании «Обломов и его создатели жизнетворчества» Ивана Гончарова, эта книга вышла в 1973 году, главу, непосредственно посвященную разборам романа «Обломов», открывает эпиграфом из драмы Беккета «В ожидании года». Далее он конкретизирует свою точку зрения. «The isolation is almost total» «Их совершенно не понимают», они совершенно друг друга не понимают, говорит он об Обломове и Захаре. Такое прочтение романа с нашей точки зрения едва ли соответствует авторскому замыслу, противоречит всему строю романа и, конечно же, не будет воспринято таковым в русском коммуникативном дискурсе. Впрочем, схожую точку зрения воспроизводит в более поздней работе исследователь Эткинт. Обратимся в этой связи к анализу конкретного пассажа, разговора между Обломовым и Захаром, предприментом Эткин, и посмотрим, почему же исследователи полагают, что оба персонажа романа друг друга находятся в ситуации непонимания друг друга. Обломов и Захар обсуждают переезд. И Эткинтам это обсуждение характеризуется ни больше ни меньше как диалог глухих. Собеседники пишут, он принципиально не понимает друг друга, поскольку, по словам исследователя, пользуются словами, которые понятны только одному из них и неверно истолковывают со вторым. Обмен О-Репликами, продолжает далее исследователь, основанный на вопиющем смысловом недоразумлении, не только не ведет к взаимопониманию, но даже напротив, углубляет отчуждение друг от друга. Абсурдный диалог глухих и интимная беседа домашних, безусловно, внешне очень похожи, различает только их способ и характер контекстуализации реплик, наличие или отсутствие общего контекста, принадлежность или, наоборот, отчужденность от него, воспринимающего сознание или сознаний. Гончаровский диалог нетрудно прочесть сквозь призму Беккета, как сделал исследователь Эра, но неправильно с точки зрения функционирования художественного целого романа. У Гончарова диалог не столько движущая сила сюжета, как средство раскрытия внутреннего я в его отношении к я другого. Характерно, что для характеристики Обломова Гончаров то и дело прибегает к диалогу. Мы слышим Обломова, разговаривающего то с Захаром, то с Алексеевым, то с Судьбинским, то с Волковым, то с Тарантьевым. Обломова, обсуждающего с Пенкиным, рассуждающего с Пенкиным о литературе. Обломова, беседующего с Ольгой, Агафьей Тихоновной, Штольцем. Любопытно также заметить, что сравнительно редко мы слышим говорящего Штольца. Диалог во всех этих случаях нередко сопровождается совместным переживанием, смех, слезы или ритуальные действия, например, приготовление романа. Диалоги в романе Гончарова строятся по особым законам ритма, что либо по сознательному решению, либо по недогляду переводчиков, опять-таки, почти начисто пропадает в переводе. Вот посмотрим несколько диалогов между Обломовым и Захаром. Сначала мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели и вспомнили диалог русского романа. «Ты мети, выбирай ссор из углов, и не будет ничего», учил Обломов. «Уберешь, а завтра наберется», говорил Захар. «Не наберется», перебил барин. «Не должно». «Наберется», «я знаю», твердил слуга. «А наберется, так опять вымети». Еще несколько диалогов, они нашу мысль как бы только подтверждают. «Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю», сказал Илья Ильич. «Так умыться-то готово». «Готово», сказал Захар. «Что же вы?» вдруг спросил Алексеев Илью Ильича. «Что? Да все лежите. А разве надо вставать? Как же нас дожидаются? Вы хотели ехать? Куда это ехать? Я не хотел ехать никуда». Для кончаровского повествования, как и для диалогов персонажей, характерны повторы чужого или своего слова. Мы можем еще раз посмотреть эти диалоги. «Как же нас дожидаются? Вы хотели ехать? Куда это ехать? Я не хотел ехать никуда». Ритмический рисунок, так бережно выстраиваемый Гончаровым романе, полностью пропадает в переводе. Давайте посмотрим. «Ты мети, выбирай ссор из углов, и ничего не будет у челобломов. Уберешь, а завтра опять наберется, говорил Захар. Не наберется, перебил барин, не должно. Наберется, я знаю, твердил слуга. А наберется, так опять вымети». И фраза по-английски. Во-первых, она достроена и по объему занимает гораздо больше места. «You must sweep and clean the dirt out of the corners, but there won't be any облом of instructed him. If I do clean it tomorrow, there would be plenty of dirt against Захар. No, there won't his master interrupted him. There should not be. I know there will, the servant insisted. Well, if there is, you must sweep it again». Переводчики не увидели в этих повторах своеобразие повествательной манеры и не посчитали нужным ее воспроизвести. Между тем, гончаровское повествование имитирует временами откровенно русский сказ, где ритм призван играть отнюдь не последнюю роль. И в этом случае жертва кажется микроскопической, ничтожной применительно к каждой конкретной текстовой ситуации. Но вес совокупной эстетической жертвы может быть так велик, что романы воспринимаются как пародия на драму Беккета в ожидании году. Спасибо за внимание. До свидания.